добрый вечер я профессор московского университета и мне приходится читать много лекций но вот не знаю насколько эта аудитория воспримет вот такую лекцию но если будет что-то непонятно вы потом спрашиваете и свистите если я буду уходить в дебри науки собственно говоря я геохимик и геохимики обращают внимание на те мысли которые были заложены основателем геохимии в нашей стране владимиром вернадским и как для него так и для меня никогда происхождение жизни на земле не было проблемой геохимии вот собственно мысли о которой высказывал вернадский показывали что происхождение жизни не является проблемой геохимии и собственно никаких геологических свидетельств тех процессов которые происходили на самом раннем этапе развития земли мы не можем увидеть самое древнее вещество чем дальше мы идем в историю земли тем меньше и меньше нам остается каких-то геологических свидетельств и скажем древнейшие породы земли которые сохранились из-за высокой геологической активности нашей планеты это примерно 11 комплексов с возрастом примерно 3 и 8 3 9 миллиарда лет всего лишь на всю нашу планету древнейшее же вещество это вот эти зерна циркона это формация джек хилл в австралии причем это не сами зерна они доросли в ходе истории а их внутреннее ядро которое сохранило в себе соотношение изотопов отвечающие возрасту больше чем 4 миллиарда лет это все что нам осталось от всей геологической истории от геологической летописи что мы можем восстановить по этим данным в общем то и ничего но тем не менее людям же интересно и многие ученые занимались происхождением жизни и изучали разные механизмы которые могли приводить к образованию жизни вспомним здесь теорию опарина или применительно приложение электрических разрядов для образования органических первых веществ фотоэффекты но здесь множество механизмов и что же получается исходя из этой методологии что какими путями мы не пойдем а получится жизнь мне не нравился такой подход потому что здесь не было доказательств которые любят геохимики нет никаких способов различить как же реально на земле возникла жизнь чем дальше мы изучаем тем больше стрелочек приводит к одному и тому же жизнь на земле и в последнее время появился совсем другой не геологический подход стало возможно изучать эволюцию живых организмов не через физические процессы которые могут приводить к жизни а путем сравнительной геномики сравнивая изучая как эволюционировали гены и таким образом попытаться понять из сегодняшнего дня обратным отсчетом как же возникла жизнь как же можно сравнивать живые организмы здесь картинка на которой сидит чарльз дарвин на дереве эволюционном для этого мы должны сравнивать некоторые носители наследственности в нашем организме который в общем очень поздно появился таких носителей наследственности много это не только ядерная днк но и другие наследственные механизмы в частности это рнк либо нуклеиновая кислота которая находится в рибосомах и вот собственно говоря именно эту молекулу которая крутится на данном слайде и стали изучать для того чтобы понять какая же какой же был первый организм но вот собственно рнк содержащиеся в митохондриях они есть у всех организмов потому что это собственно говоря путь которым клетка реализуется в энергию и собственно мы можем изучить участки рнк и определить по ним дальнее и близкое родство вот здесь изображен кусочек рибонуклеиновой кислоты где выводе выделены меняющиеся консервативные участки далеко не все они используются сегодня для синтеза разнообразных энзимов ну поэтому мы можем увидеть отпечаток древности и вот сравнение первых двух бактериальных геномов показала что вообще говоря они очень сильно различаются и и всего лишь вот здесь написано 256 общих генов показали близкое сходство и соответственно возникла идея что если мы определим те самые близкие гены содержащиеся в рнк митохондрии то мы можем увидеть первичное существо ну вот вы знаете что сегодня живые организмы делятся на два домена больших это бактерии и археи и мы как авкариоты в общем-то предки не бактерий но архей это два таких больших древа нашей жизни и собственно говоря если мы найдем общие кодирующие белки и гены то мы можем увидеть облик того самого первичного существа которое было на земле до разделения на два главных домена на бактерии и археи и вот такое гипотетическое существо было названо люка last universal cellular ancestor то есть существо содержащие те признаки которые там есть замечательно это не имеет отношения геохимии этим занимаются биологи но мы можем понять когда жил этот организм он жил очень давно потому что мы знаем что у археи и у бактерий совершенно разные развивавшиеся параллельно механизмы фотосинтеза и остатки фотосинтезирующих микроорганизмов обнаружены уже на четыре с половиной миллиарда лет зеленокаменных породах но остатки и продукты их же недеятельности и поскольку фотосинтез возник у бактерий после того как они разошлись с археями то следовательно они разошлись более позднее время ну и каким же был люка в люка как минимум были те белки которые кодируют и есть как кодировали образование определенных энзимов и есть в геномах всех клеточных организмов вот здесь портреты тех людей которые занимались этой проблемой среди них евгений кунин это наш соотечественник но есть они все наши соотечественники вообще но евгений кунин самый цитируем из них потому что он расшифровал геном человека один из участников этого проекта и вот среди прочего были расшифрованы и те белки которые просто из общей базы те белки которые есть у всех организмов включая нас и вот здесь возникла уже геохимическая проблема потому что оказалось что среди первичных белков а первично их было выделено несколько десятков в большей половине в качестве неорганического компонента присутствует цинк ну что это такое почему цинк вот видите список таких первых 33 протеинов и видите цинк 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 я не буду читать название объясняю что это такое сам плохо в этом разбираюсь но видите цинк цинк и цинк почему цинк даже возникло понятие цинковый мир который был ранее на ранней стадии стадии развития земли почему цинк ну в общем то это сразу относит нас к тем проблемам которые связаны с отсутствием в атмосфере кислорода если в атмосфере нет кислорода то метазона и и мы не защищены от ультрафиолетового излучения но вы знаете как мы сегодня защищаемся от ультрафиолетового излучения для этого есть специальные противозагарные кремы и эти противозагарные кремы основаны на наночастицах оксида и сульфида цинка потому что сульфиды и оксида цинка это очень фотоактивные субстанции которые очень хорошо защищают от ультрафиолета поэтому сульфиды цинка на поверхности силикатов могли быть матрицами для синтеза биополимеров и содействовать защите от фото деструкции но цинковый продукт заключается в том что сегодня содержание цинка в клетках довольно высокая это биофильный элемент для те самые микрокомпоненты которые необходимы рекламу же смотрите все но никогда содержание цинка в океане не могло быть высоким почему да потому что это океан был восстановительным и там был сероводород и конечно весь цинк осаждался здесь показаны некоторые реконструкции которые могли отвечать древнему составу океана но океан не был тем местом где жил люка потом при эволюции энзимов многие цинк содержащие ферменты заменились на железо содержащие здесь показана эволюция разнообразных ферментов и их неорганических компонентов и мы видим что с течением времени цинк содержащие ферменты сменились на железо содержащие в природе же высокие концентрации цинка наблюдаются только там где выходят высокотемпературные гидротермальные растворы это вот черные курильщики на дне океана здесь морская вода при взаимодействии с базальтами преобразовывается образуется сероводород из базальтов выщелачивается цинк будут черный дым это сульфиды железа в основном но там и сульфида цинка тоже и вокруг таких видите постройки собранные сульфидных руд вот такая постройка в разрезе вокруг нее образуется зона где отлагаются сульфиды цинка но получается парадокс такие черные курильщики могут находиться только глубоко в океане вовсе не в прибрежной зоне потому что требуется высокие давления 370 градусов температура не может быть достигнута при низком давлении только на глубине несколько километров в океане поэтому здесь нет цвета конечно очень хорошее место но здесь нет никакого никакой потребности в защите от ультрафиолета вот цинк отлагается вокруг курильщиков образуя вот такие белые отложения но там не нужно защищаться вот поэтому получился вид что первичный организм если исходить из всех расшифрованных первичных ферментов это такой консорциум существовали клеток которые были способны к некоторым функциям но возможно не всем и вынуждены были обмениваться отдельными веществами и очень важно что среди этих ферментов совершенно нет ферментов которые синтезировали бы клеточные мембраны и поэтому можно себе представить такую как консорциум организмов с полистыми несовершенными мембранами и тогда возникает вопрос а какой был состав внутри клеточной жидкости у такого организма он должен был соответствовать составу окружающей среды но вы прекрасно знаете что у нас в нашем организме внутриклеточная жидкость имеет один состав а внешне клеточная жидкость кровь имеет другой состав и этот состав напоминает нам состав морской воды напоминая о том что вероятно наши предки использовали морскую воду вместо крови но вероятно это были какие-нибудь грибневики но вот получается что главное отличие это то что внутри клеточной жизни жидкости больше калия чем натрия а в морской воде наоборот где на древней земле была могла быть такая среда ну и вот здесь древние довольно старая идея о том что первичный океан мог содержать больше калия чем натрия и таким образом состав внутри клеточной жидкости напоминает о первичном составе океана но геохимики мы говорим нет такого на не было никогда но была идея о том чтобы рассмотреть продукт взаимодействия гидротермального с метеоритами с метеоритным веществом там тоже получается калия больше чем натрия хорошая идея но вот что получается что состав цветоплазмы я уже говорил отличается от природных водоемов калия больше чем натрия больше переходных металлов цинк железо марганец и эти средства эти свойства очень древние и собственно никогда в воде древнего океана не было таких закономерностей где же такие закономерности могут быть да и причем и онный состав цитоплазмы и архей и бактерии очень похож они разошлись очень давно вот условия сегодняшней земли специально картинка чтобы не было иллюзии что я говорю о том времени там видите зеленая травка растет потому что то что сегодня происходит на земле это зоны разные тектонические там где образуется океаническая кора и там где она уходит под континентальную вот в океане не никогда не было условий когда калия было бы больше чем натрия а вот остаются континентальные гидротермальные системы где все условия сошлись здесь есть и солнечный свет и гидротермальные энергии посмотрим что получается в этих системах в этих системах происходит кипение на некоторой глубине происходит вскипание гидротермальных растворов и вот летучая паровая фаза оказывается обогащена веществами в том числе чрезвычайно необходимыми для жизни например там мяк это оказалось что и калий более летучий чем натрий и вот конденсаты значит вот такой пример гидротермальные системы от долины гейзеров нашей стране вот кальдер узон с таким вот озером типа того что было показано на перед моим докладом мы если мы изучали состав конденсата вот эта установка для того чтобы посмотреть и определить состав пара и вот оказалось что в газовой фазе в парах вулканических калий натриевые отношения гораздо выше чем в жидкой среде кальдер отношения в газовой фазе достигает 8 а вот недавно толбачек извергался там и больше были отношения калия и натрия а в воде меньше двух в этих же водах обнаруживается высокие содержание цинка бора аммония поэтому конденсат газовой фазы это идеальная среда для возникновения жизни основная проблема смотрите это ph и видите ph отрицательный да бывает отрицательный ph я всегда любил значит издеваться над некоторыми коллегами показываете цифры они сразу возмущаются как это бывает отрицательный ph но ph это же минус логарифм активности иона водорода поэтому если вы берете концентрированный крепкий раствор серной кислоты то там ph будет отрицательный там активность выше единицы но собственно говоря здесь это и произошло а почему то есть это растворы серной кислоты почему да потому что в атмосфере есть кислород а в термальных газах есть сероводород сероводород окисляется кислородом получается серная кислота а тогда этого не было и вот мы тогда и выдвинули эту идею о том что необходимо обратить внимание на континентальные гидротермальные системы которые без кислородной атмосфере могли образовать необходимую среду для происхождения жизни а дальше когда получается хорошая правильная гипотеза на нее навешиваются любопытные последствия например стив бэннер показал что для того чтобы получить из простейших веществ полисахариды необходимо стабилизировать сахар вы все знаете что сахар вообще говоря карамелизуется легко вот оказывается что бор образуя комплексы сахаром борная кислота она препятствует карамелизации и таким образом мы можем реализовать тот цикл который здесь показан и синтезировать полисахариды из простейших веществ но вот и бор это значит моя сотрудница которая занималась бором на камчатке бора в конденсатах очень много поэтому гидротермальные поля обеспечивали водоемы с химическим составом похожим на цитоплазму и источник органических и фосфорных соединений и вот те минералы которые там осаждались были полистые структуры которые прекрасный дом для первой жизни и главное что при испарении мы можем концентрировать компоненты с как захотим вот картинка которая иллюстрирует такую схему это образуется теплый маленький пруд в котором жизнь была защищена от ультрафиолета минеральными частицами и могла развиваться внутри слой сульфида цинка всего лишь 5 микрон ослабляет ультрафиолет в 10 десятый раз как более 100 метров воды и сегодня есть такие структуры они на термальных полях живут микроорганизмы образуя такие микробные маты там очень хитрая сложная экология и поэтому представляется себе что первая жизнь на земле это были довольно сложные слоистые структуры с очень сложной экологии где одни организмы занимались фотосинтезом а другие деструкцией органических веществ ну и собственно говоря вот заключительный слайд это картинка которую художник видит древнюю землю как новую гидротермальную систему где происходила дегазация и образование атмосферы и гидросферы и одновременно с этим возникла жизнь спасибо дело в том что фотосинтез это основа жизни без него нет синтеза органических веществ но вот нет значит фотосинтез возник позже том виде в котором мы его знаем сегодня есть ощущение что мы не все виды фотосинтеза знаем скажем есть жили 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 кварциты декембрийские желеистые формации типа курской магнитной аномалии огромные скопления железа это по всей видимости и сегодня становится понятно продукт фотосинтеза но другого чем сегодня без выделения кислорода вот фотосинтез мог быть возникнуть именно вот в этих системах как использование фотоактивных минералов тогда он близок к хемосинтезу еще вопросы пожалуйста мы не сможем найти здесь ничего я уже показал что ничего не сможем доказать потому что вот геологически этот период никак не проявляется ничего не осталось на сегодня мы может быть найдем какой-то кусок земной коры который образовался в это время ему может быть можем доказать но он настолько мезморфизован что никаких первичных минералов мы там не найдем а вот эти вулканы они могли действительно создавать миллионы лет постоянной постоянной среды то есть это были условия которые называли там то есть они были то есть океан он он более постоянен да более стабильная среда а здесь вот что вот этот вулкан он извергается потом ну значит да сейчас объясню дело в том что на земле атмосфера гидросфера ну все оболочки они вторичные первичную атмосферу земля потеряла и был значит сегодня воды в гидросфере гораздо больше чем могло быть вынесено вулканами за всю ее историю поэтому есть представление о первичной дегазации земли когда на протяжении нескольких десятков миллионов лет происходило выделение летучих воды главным образом углекислоты и вся земля представляла собой сплошную гидротермальную систему то есть это был довольно долгий процесс дальше получила следующее вот эти самые первичные организмы да ну что получалось земля же неровная поэтому на возвышенностях выделялись пары и образовывались конденсаты внизу выделялись рассолы потому что происходило кипение и жизнь приспособилась к жить среди мало минерализованных растворов а потом океан все затопил и вот в этот момент пришлось жизни делать мембраны то есть приделать мембраны поддерживать гомеостазис по всей видимости такая история но это мы не сможем доказать геологическими находками спасибо